Заходите, молодежь, заходите Матушкой, у нас выложено уже 7 видео, приходите, смотрите Матушка, благословите, Бог благословит, спаси Господи Матушка, я очень рад, что вы наконец-то из больницы уже прибыли, и у нас прежнее видео было в больнице, люди переживали очень, писали, здравия вам желали, молились за вас тоже, спаси Господи, я очень рад вас видеть в таком цветущем оазисе, и конечно много всяких вопросов задают зрители, самых-самых разных, и мы с вами обещали всем подарить по брошюре на Горице, которая вышла в вашем монастыре, и генератором случайных чисел на Горице, прошу прощения, уважаемые зрители, на Горице конечно же, и я методом случайных чисел отобрал 5 вопросов вам, потому что вопросов очень много, и чтобы никого не обижать, ну, как сказано в Евангелии, бросили они жребий, да? Да-да. бросили, и вот, ну, например, первый вопрос у нас, матушка Наваганькова есть протерей Валентин Амфитеатров, могила его, игумен Иоанн Соколов, и дальше там перечисления, перечисления Николая Блаженного Митрофана, игумен Иоанн Соколов, они наши целители, чудотворцы, святые, не прославленные церковью. «Помолитесь за меня, Галину, никак не можем добиться, чтобы доказать, что место захоронения Святой Блаженной Марфы находится рядом с Макаровым». Так 20 дробь 3 «Бог дал чудесные фото креста и проявилась монахиня на камне и другие, но для руководства это недостаточно». Вот помолитесь за Галину тогда получается, да? Да, за Галину, за ее дела добрые, потому что сегодня святые нужны, но пусть они не прославлены, но великое дело. Вот мне очень интересно, амфитеатров Валентин, а у нас председатель методического совета как раз правнук Валентина Амфитеатрова. Мы очень часто едем в те края, молимся, просим помощи его, и знаете, помощь идет. Иногда молишься, но не получается никак, то ли потому что не доходит, то ли мы неправильно молимся, тоже, знаете, молимся и справляемся сами, подбираем другие молитвы, но самое главное, чтобы она была сердечной, чтобы она шла от всего сердца. И тогда, конечно, наша молитва доходит до Господа, и идет естественная помощь. Валентина, этот род, это поколение тоже принимало участие в восстановлении этого удивительного монастыря. Поэтому вот и Андрюшка, очень и Андрей Амфитеатров очень много помогает. И его мама, которая Царство Небесное, вот, и Елена Рачет, вот, сестра, и дочь тоже Амфитеатрова, вот, это люди глубоко верующие, и которые не ушли от Бога, веруют Богу, и идут этим вот святым путем, разъясняя всем, кто еще многое не знает, кто только-только начинает познавать Слово Божие, они разъясняют вашу любовь, а поскольку все-таки авторитет есть определенный через их отца, через их дедушку, я думаю, это слово, оно больше внушает доверие, чем, может быть, там, может быть, даже и я или кто-то другой, потому что все-таки они находились рядом с такими молитвенниками, как вот те, как раз, святые, будущие святые, о которых мы сегодня говорим. Так, следующий вопрос у нас. Да, Галине, значит, вы за нее помолитесь. Обязательно, да. И дарим ей книжечку. Обязательно. Я пишу об этом комментарии, не пропускайте, а то останетесь без подарок. Вот хороший вопрос. Доброго дня. Вопрос такой. Преподобный Гавриил Ургибадзе говорит, если хочешь быть монахом, ты уже монах. А как вы понимаете это выражение? Ну, мы рождены для того, чтобы, так сказать, как я повторяю все время слова батюшки Серафима Саровского, поскольку он меня привел к Господу и первый открыл путь мне именно Божий. Мы пришли сюда, чтобы стяжать Дух Святый. Поэтому все наши действия, все наши дела, которые мы делаем, они должны быть только при воле Божией и при любви, той любви, которую нам посылает сам Господь. И поэтому без любви ничего невозможно делать. Ну, а что такое все-таки монах? Монах – это человек, который молится, который находится под покровом Божьим и который, конечно, делает очень много добрых дел и пытается помочь людям. Так сказать, молитва у него сочетается с добрыми делами, потому что без добрых дел одна молитва – она пуста. И поэтому, принимая активное участие в возрождении каждого человека, в помощи, в его росте в духовном, в этом, наверное, и тоже заключается наша роль монахов. И плюс ко всему, все-таки мы находимся в нашей стране, мы страну нашу любим. И мы молимся и за нашу страну, и за тем, чтобы люди, наши православные, которые находятся под покровом Божьим, чтобы они сами молились, другим помогали и не отходили от Господа. Спасибо, Господи, вас за ответ. Матушка, тогда Наталья Федорова получает у нас тоже от вас книжечку. Обязательно. И Наталью тоже, пожалуйста, помяните в ваших святых молитвах. Спасибо, Господи. Мы помним, иначе мы уже молиться. Я включу всех победителей, включу наши моления. Ирина Ос, она приезжала к вам в больницу. Хотелось бы вопрос задать, как научиться не терять веру, до конца жизни прожить, пройдя все скорби и нападки, зная, что это все от Бога, и Он тебя не оставит, когда, кажется, давно оставил. И второй вопрос. Как побороть на корню гордость и отсутствие терпения, и стать смиренным человеком, и можно ли это сделать в кратчайшие сроки? Знаете, анекдот такой. Господи, дай мне смирение. Побыстрее, пожалуйста. Все понятно. Дело все в том, что, когда мы проявляем свою гордость, то мы, естественно, получаем от нашего Господа, как бы подзатыльнички, потихонечку, один разочек. А ты не исправился? Еще разочек, еще разочек. То есть мы получаем искушение. Без искушения нам очень трудно выправиться. Я вот об этом как-то уже говорила. Но если эта гордость, она сочетается со злобой, то, извините, тут уже Господь и не берется даже помочь. Потому что злоба, она приводит к тому, что могут последствия быть не очень хорошие. И поэтому самое главное – одно дело человек не знает. Одно человек стремится к тому, чтобы как-то прийти к Богу. Но ведь надо этот путь осуществлять через любовь, через взаимопонимание. То есть если ты что-то делаешь, тебя что-то попросили, ты должен понимать, для чего ты это делаешь, кому ты это делаешь, естественно. Потому что если ты делаешь, ты должен понимать, во что, в какой плод должен вырасти твое желание и твоя молитва. Потому что иногда, получается, даже вот семьи строятся. Вы, извините, понимаете? И там один муж начинает, жена строится над мужем. То есть, вот, так сказать, называется матриархат, а не патриархат. А кто во главе семьи-то должен? Во главе семьи должен стоять муж. Жена должна подчиняться, естественно, мужу. И так строится должна вот эта вот семья. А если получается у нас, что жена берет, даже пусть она мудрая, понимаете? Если мудрая, с ней можно советоваться. Но все равно во главе семьи стоит муж. И он формирует вот эту вот семью. И если у нас идет вот муж одно, жена своя другое, никогда семья не построится. И вот для того, чтобы было построение семьи, конечно, здесь мы должны вложить в своих детей, это прежде всего уважение к родителям. Это первое. Второе мы должны, конечно, вложить обязательно. Без этого просто никак нельзя. Их стремление, стремление к тому, чтобы они научились сами отрабатывать, работать. Сами отрабатывать свои грехи. Чтобы они научились видеть, что они делают правильно, что делают неправильно. А то у нас получается, мы очень долго опекаем часто своих детей. И в результате они вырастают кем? Эгоистами. Они не делают его добра. Они как можно больше берут для себя. Больше для себя. У меня встреча была с очень многими вот так сестрами. И говорят, ну как же так? Я вот делаю, я стараюсь, я вроде верую. А вот Господь мне не помогает. Понимаете? А почему тебе Господь должен помочь? А что ты-то для других-то делаешь? Почему конкретно тебе? Понимаете? Мне, мне, мне. Все время мне должно. А так и судьба строится. Муж с женой. Сочетается. Получается, вроде начинается формирование семьи. А я сегодня устала, я делать не буду. Ну и так далее. Вот. И поэтому идет нарушение вот этих, вот этого закона создания и взаимопонимания равновесия в отношениях. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok